Является ли веганство бесовским учением или изначальным Божьим замыслом для человечества в плане питания? Нам известно, что апостол Павел предупреждал Тимофея о том, что в последние дни появится много бесовских учений, заставляющих людей воздерживаться от употребления в пищу определенных продуктов. Также нам известно, что в конце времен, когда Иисус вернется на землю и установит на ней свое царство, в природе уже не будет хищников и добычи, и все животные будут жить в мире. Но раз уж речь зашла о веганстве, хочу поделиться с вами четырьмя мыслями по поводу того, что веганство это не просто диета, поскольку для некоторых людей она может перерасти в пищевое расстройство из-за их одержимости здоровым питанием. Кроме того, мы поговорим о веганстве как о бесовском учении, которое скрывается за этим образом жизни. И если вы не будете осторожны, то можете впасть в это заблуждение. И наконец, я вкратце упомяну о том, что об этом сказано в Библии, и стоит ли нам все-таки есть мясо или нет. Нам известно, что веганство уже давно стало довольно модной тенденцией в культуре современного общества. Хотя настоящих вегетарианцев и веганов в мире не так уже много. Но сама идея активно продвигается в обществе. И мне кажется, что со временем ситуация лишь усугубится, поскольку современное общество очень сосредоточено на заботе об окружающей среде и на том, как мы относимся к животным и к своему собственному здоровью. И что у этого момента есть определенная духовная составляющая. Хотя веганство и не является какой-то новой идеей, поскольку его практиковали представители многих древних цивилизаций. По сути, в некоторых народах люди по сей день пытаются добиться благосклонности своих богов посредством воздержания от мяса. Одним из таких примеров являются последователи учения New Age. Но веганство как движение появилось совсем недавно, в 40-х годах прошлого века. Термин веган или веган, как сейчас принято говорить, придумал в 1944 году Дональд Уотсон, один из основателей общества веганов в Великобритании. Когда речь идет исключительно о правильном питании, в воздержании от мяса нет ничего предосудительного. Библия не учит нас есть мясо, но и не запрещает этого делать. Пророк Даниил на определенном этапе своей жизни придерживался вегетарианской диеты, поскольку ел одни овощи и пил только воду, а также не употреблял ту пищу и не пил вино, которое давал ему царь Вавилона. Но он это делал не по состоянию здоровья, а из-за своей преданности Богу. Не потому, что он считал мясо вредным, и не потому, что пытался спасти окружающую среду, или его беспокоило то, как в Вавилоне обращаются с животными, и не потому, что у него были проблемы со здоровьем, и он хотел похудеть. На самом деле, после того, как он со своими друзьями 10 дней не ел мяса, а ел одни овощи и пил воду, его лицо даже немного округлилось. Так что Библия не учит нас отказываться от мяса для того, чтобы похудеть или сбросить лишний вес, хоть мы и видим, что нет ничего плохого в том, чтобы не есть мясо, если вы так решили. Вообще-то, между вегетарианством и веганством существует определенная разница. Вегетарианец — это человек, исключивший из рациона мясо и рыбу, но потребляющий молочные продукты и яйца. Веганство — это более строгая диета, когда человек исключает из рациона любые продукты животного происхождения, в том числе мясо, рыбу, молочные продукты, яйца и даже мед. Веганы также, как правило, не используют никаких предметов животного происхождения, сделанных из кожи и шерсти. Существует множество причин, по которым люди становятся веганами или вегетарианцами. Как правило, основной причиной может стать их состояние здоровья, и в этом нет ничего плохого, особенно если врач порекомендовал вам исключить из рациона мясо или сократить его потребление, или если у вас аллергия на определенные молочные и другие продукты. И действительно, результаты некоторых исследований показывают, что у людей, которые сократили потребление мяса или полностью стали вегетарианцами, снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, высокого давления, диабета и некоторых видов рака. В то же время, результаты других исследований показывают, что одной из основных причин, по которым у вегетарианцев реже развиваются хронические заболевания, является не сама их диета, а то, что вегетарианцы в большинстве своем более образованные, физически активные и сознательные люди, чем мясоеды. Несмотря на явные преимущества вегетарианской и веганской диеты, у нее также есть свои недостатки. В диете веганов наблюдается дефицит белка, железа, витаминов В12, Д3 и омега-3 ненасыщенных жирных кислот. Вторая причина, по которой некоторые люди становятся веганами, заключается в воздействии животных продуктов на окружающую среду, поскольку они считают, что веганское питание снижает выбросы в атмосферу углекислого газа. Но ирония заключается в том, что кукуруза, соя, пшеница, ячмень, рис и бобы являются основными продуктами в диете любого вегана. И там, где их выращивают, как правило, не растет трава, и из-за этого разрушается верхний слой почвы, снижается содержание влаги в почве и уровень биологического разнообразия. Так что, если вы решили стать веганом, чтобы защитить окружающую среду, на самом деле вы ее этим только разрушаете. Еще одна менее распространенная причина, по которой люди становятся веганами, заключается в том, что они против убийства животных. И я их понимаю. Я и сам люблю животных, у меня есть собака, поэтому я скорее люблю домашних животных, но при этом я не люблю мышей и комаров. Поэтому, если вы думаете, если я стану веганом, то не буду поддерживать убийство животных. Я практически уверен, что вы даже в таком случае все равно будете убивать мышей, крыс и комаров. При том, что веганство на самом деле уничтожает гораздо большее количество животных, чем потребление в пищу мяса сельскохозяйственных животных, выросших на пастбищах. Почему? Потому что животноводы не используют тракторы для сбора продуктов растительного происхождения. И за каждым веганским хот-догом на самом деле стоят десятки ни в чем не повинных мышей, черепах, змей и жуков, которых уничтожают тракторы и другое сельскохозяйственное оборудование в ходе сбора зерна, а также птицы и хищники, которые ими питаются. Тед Ньюджент однажды сказал, что веганы виноваты в смерти миллионов ни в чем не повинных животных, которых уничтожают каждый год, чтобы подготовить поля к выращиванию кукурузы, сои, пшеницы, ячменя и других продуктов, из которых состоит диета любого вегана. Кроме того, если вы веган, и вы говорите, я веган, потому что не хочу причинять вред животным, если у вас в доме заведутся мыши, вы, скорее всего, не позволите им безнаказанно бегать по дому, а попытаетесь их уничтожить, поскольку они являются разносчиками разных болезней. И также я хочу вам напомнить, что даже в дикой природе не все животные являются вегетарианцами из-за того, как устроен этот мир. Львы убивают зебр, волки охотятся на оленей, а акулы порой нападают на людей. Даже шимпанзе охотятся, убивают и едят других животных, таких как кустарниковые свиньи, другие обезьяны и карликовые антилопы. Причем для некоторых животных употребление в пищу мяса не является необходимым условием для выживания. Поэтому идея о том, что о животных нужно заботиться, а не есть в пищу, является справедливой лишь отчасти, поскольку да, мы не должны убивать животных потехи ради, но даже в дикой природе существует естественный порядок вещей, в соответствии с которыми есть травоядные, а есть хищники, и от этого никуда не денешься. Так что в целом, нет ничего плохого в том, чтобы полностью отказаться от мяса, особенно если у вас слабое здоровье. Но давайте рассмотрим второй момент. Веганство может перерасти в пищевое расстройство, или даже быть признаком пищевого расстройства. В психологии есть такое понятие, как компульсивное переедание. Это психологическое расстройство, также известное как нервная артерексия, или, проще говоря, нездоровая одержимость здоровым питанием. Я знаю, что некоторые из вас могут подумать, вот бы было здорово, если бы у меня развилось такое расстройство, ведь это бы значительно улучшило мою жизнь. Но на самом деле это состояние крайне вредно для здоровья. Это навязчивое стремление к здоровому, полезному питанию, когда мысли о нарушении диеты вызывают у человека панический страх, и все его существование сводится к необходимости контролировать то, что он ест. Если у него получается четко выполнять все правила, значит он чего-то стоит. От этого зависит его чувство значимости. Доктор Стивен Бретман, врач из Сан-Франциско, придумал этот термин в 1996 году, когда обнаружил, что одна из его пациенток постоянно у него спрашивает, доктор, какие продукты мне следует исключить из рациона. Доктор Бретман понял, что у этой женщины серьезные проблемы с психикой, и впоследствии назвал ее состояние нервной артерексией. И это явление с тех пор стало настолько распространенным, что некоторые люди начали от него умирать. Он и сам в определенной мере страдал этим расстройством. Людям с артерексией часто ставят неправильный диагноз, считая, что они страдают анорексией, поскольку боятся растолстеть. Но проблема вовсе не в этом. Доктор Бретман утверждает, если способность контролировать то, что вы употребляете в пищу, делает вас счастливыми и дает вам чувство безопасности и защищенности, вы пытаетесь заполнить пустоту в сердце и восполнить нужду в любви и принятии такими низменными вещами, как еда. Вот так-то. Кроме того, Эмили Ли пишет об артерексии следующее. Нервная артерексия — это чрезмерная сосредоточенность на еде и образе жизни, который человек считает наиболее правильным и здоровым, и сопутствующее ему чувство вины из-за неправильного использования природных ресурсов. И у нее есть еще несколько хороших цитат на эту тему. Нервная артерексия — это когда вы начинаете орать на своего супруга из-за того, что он принес домой макароны из отбеленной муки или выбросил пустую пластиковую бутылку в мусорник, а не в специально предназначенную для этого корзину. Когда вы часами ищите советы о здоровом питании и испытываете мучительное чувство вины, если перестаете это делать. Когда вы отказываетесь пообедать с подругой, потому что в кафе, в которое она вас пригласила, не подают домашние яйца, или так долго изучаете меню, что в итоге ничего себе не заказываете. Когда вы разрезаете ножницами тюбик с зубной пастой, чтобы выжать из него последние несколько капель. Когда вы идете в три разных продуктовых магазина, чтобы купить макароны из муки грубого помола, и не задумывайтесь о том, что ваш сосед покупает по три пачки обычных макарон за раз. Когда вы ходите по всем комиссионным магазинам в городе в поисках потертых джинсов, и в итоге сдаетесь, вместо того, чтобы просто купить себе новые джинсы, потому что вам кажется, что вы таким образом спасаете окружающую среду. Это расстройство может привести к недоеданию, разрушению отношений, изоляции, чувству тревоги, мучительному чувству вины, бесполезной трате времени и многим другим неприятным последствиям, которые на самом деле не приносят совершенно никакой пользы ни вам, ни планете, а лишь вызывают у вас расстройство пищевого поведения. Кто больше всего рискует пострадать от нервной артраксии? По результатам одного исследования, 58% всех веганов и 24% вегетарианцев, то есть люди, которые строго ограничивают свой рацион, чаще бывают патологически зациклены на своем здоровье. По результатам другого исследования, чем ярче у человека выражена нервная артраксия, тем слабее у него выражен инстинкт самосохранения. Веганы чаще страдают депрессией и тревожными расстройствами, чем мясоеды. Возможно, вам кажется, будто я утверждаю, что придерживаться здоровой диеты на самом деле вредно для здоровья? Речь вовсе не об этом. Если вы стремитесь правильно питаться, это еще не значит, что вы страдаете артраксией. В самом по себе полезном питании нет ничего плохого, если оно не стоит в вашей жизни на первом месте, не отнимает у вас все ваше время и внимание, не заставляет вас полностью отгородиться от родных и близких, если несоблюдение правильной диеты не вызывает у вас чувство вины и ненависти к себе. Ведь в таком случае ваше стремление к здоровому питанию скорее похоже на расстройство. Так что веганство — это не просто диета, поскольку оно может перерасти в обсессивно-компульсивное расстройство и заставить вас навредить самим себе. Третий момент по поводу веганства. Мы уже упомянули о том, что если вы просто привыкли так питаться, в этом нет ничего плохого. Но нужно взвесить все за и против, поскольку это может перерасти в расстройство, если начнет управлять вашей жизнью, поглощать всю вашу жизненную энергию и побуждать что-то делать во вред своему здоровью в попытках его сохранить. Так вот, третий момент. Веганство может быть бесовским учением, поскольку я искренне верю, что в нем есть определенная духовная составляющая. Я не говорю, что все веганы одержимы бесами, не поймите меня неправильно. Просто обратите внимание на некоторые моменты, о которых идет речь в Библии и на то, что говорят о веганстве даже люди из мира. Пользователь Алена пишет на своей страничке ВКонтакте. «Первоначально мне хотелось лишь попробовать веганство на некоторое время, но я сильно углубилась в этот процесс, к чему меня подтолкнула утрата близкого человека. У многих бывших веганов ментальные проблемы сохраняются и после года ухода с веганства, уже на сбалансированном рационе питания с включением мяса, рыбы и молочных продуктов. В одном экс-веган интервью, которое я слушала, семья бывших фруктоедов упомянули, что это секта, то есть группа людей, психологическое и информационное воздействие которой наносит вред физическому и психическому здоровью человека, негативно сказывается на его общественной, семейной и личной жизни». И в Библии действительно упоминается о том, что бесовские учения и духи обольстители в последние времена начнут убеждать людей не есть определенные продукты. В первом Тимофею 4.1 сказано, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским». И это крайне важно, поскольку Дух Святой говорит, что в последние времена люди отступят от истины и будут внимать духом обольстителем и учением бесовским. И затем, в третьем стихе той же главы, апостол Павел объясняет, в чем заключаются некоторые из этих бесовских учений, которые демоны будут навязывать людям в последние времена. Они будут запрещать вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Вот так-то. Выходит, фанатичное вегетарианство и веганство — это один из признаков последнего времени. Как это происходит на практике? Вам говорят, что веганство — это единственная правильная диета. Вы становитесь более духовным человеком, если воздерживаетесь от мяса. Для духовного роста и развития необходимо быть веганом, потому что вы начинаете более четко различать духовные истины. Все та же Алена пишет в своем посте ВКонтакте. Типичные фразы, употребляемые гуру этого движения. Представь, что тебя обманули в принципе. Все окружающие сделали так, чтобы люди вокруг болели. Мясо и молоко — это одно и то же. Оно убивает. Таким образом, веганы обесценивают человеческую жизнь и ставят ее на один уровень с жизнью животных. А животных ставят наравне с человеком. Вегетарианство уходит корнями в древней философии и религии, к примеру, в индуизм и буддизм. И многие современные индуисты, буддисты и некоторые последователи учения Нью Эйдж по определению являются вегетарианцами. Вегетарианство особенно процветает в странах, в которых наиболее распространены различные лжерелигии, такие как индуизм, особенно в Индии. Если вы попробуете пообщаться с некоторыми представителями учения Нью Эйдж, то увидите, что огромное внимание в этом учении уделяется тому, чтобы не есть мясо. И поэтому нам нужно быть очень осторожными в этом вопросе. Если вы просто говорите, я не хочу есть мясо, вот и все, это вполне нормально, в этом нет ничего плохого. Но когда вы становитесь частью этого движения и принимаете его идеологию, то есть начинаете поклоняться природе, считать себя более духовным человеком из-за того, что не едите мясо, или утверждать, что человеческая жизнь имеет такую же ценность, как и жизнь животных, и что отказ от мяса является единственным правильным решением для человека, стремящегося возвыситься над стадом, друзья, вы впали в заблуждение и начали внимать бесовскому учению. Давайте подведем итоги. Что сказано в Библии об употреблении мяса в пищу? Мы же успели поговорить о том, что вегетарианство и веганство для многих людей это не просто диета, которая им приходится придерживаться по состоянию здоровья или по другим причинам, поскольку может перерасти в обсессивно-компульсивное расстройство или даже стать бесовским учением, которому люди начинают внимать. Но что об этом всем сказано в Библии? Прежде всего, нам известно, что изначально Бог повелел человеку есть произведение земли. В книге Бытия 1.29 сказано «И сказал Бог, «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу». Но после Великого потопа Бог позволил людям есть мясо и после этого так никогда и не отменял этого позволения. В книге Бытия 9.2.3 сказано, «Дострашаться и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские. В ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все». В Ветхом Завете Бог заповедал израильскому народу не есть определенные продукты, но никогда не давал повеления не употреблять мясо в целом. В книге Левит в 11 главе приведен перечень продуктов, которые запрещалось есть израильтянам. К примеру, мясо животных, которые жуют жвачку и имеют раздвоенное копыто, таких как свиньи, верблюды, барсуки и кролики. Рыбу, у которой нет плавников и чешуи, такую как сом, моллюски, омары и креветки. Мясо птиц, считавшихся нечистыми, орлов, стервятников, коршунов, соколов, воронов, чаек, ястребов, а также летучих мышей. Насекомых, ходящих на четырех ногах, за исключением тех, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. То есть практически всех насекомых, за исключением саранчи, сверчков и кузнечиков, и прочих нечистых животных, таких как крысы, ящерицы, крокодилы и кроты. И слава Богу за это. Всех этих животных нельзя было есть израильтянам, но нигде в Библии не сказано, чтобы они вовсе не ели мясо. В 16 главе книги Исхода Бог в пустыне сам дал израильтянам мясо животных в пищу. Кроме того, тот же Бог, который сотворил животных, повелел приносить их в жертву, хоть он и любит животных и говорит, что они будут однажды в его вечном царстве. И все же он повелел приносить в жертву таких животных, как быки, овцы, козы и голуби. Иисус, к слову, не был вегетарианцем. В Библии упоминается о том, как Иисус ел мясо, в частности баранину и рыбу, и еще и чудным образом накормил толпу, народа хлебом и рыбой. А виден бы этого никогда не сделал, если бы был вегетарианцем. И затем Иисус провозгласил любую пищу, в том числе все виды мяса, чистой. Воскреснув в прославленном теле, он ел жареную рыбу. И затем в книге Деяний 10, 9, 16 упоминается о том, как Бог показал Петру в видении животных и приказал «Заколи и ешь». Это видение некоторые люди считают отменой любых ограничений в плане пищи, установленных в законе Моисея, а другие прообразом принятия язычников в христианскую общину. И также апостол Павел говорит нам, что мы не должны навязывать свои убеждения по этому вопросу другим людям или судить их за то, что они едят или чего не едят. Я быстро процитирую вам эти стихи, так что послушайте внимательно. Если захотите, можете изучить их самостоятельно. Они взяты из 14 главы послания к римлянам. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Мне не кажется, что апостол Павел здесь называет всех, кто не ест мясо, слабаками. Но не зря об этом упоминается в Библии. Аминь. Я не немощный, поэтому и не буду есть только одни овощи. Послание к римлянам 14.3 Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И здесь идет речь конкретно о мясе. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Вот что это значит. Если вы не едите мясо, вы не вправе осуждать меня за то, что я его ем. Если я ем мясо, я не буду осуждать вас за то, что вы его не едите, если от этого зависит ваше здоровье. Но помните, в современном обществе, когда речь идет о вегетарианстве и веганстве, речь идет не только о здоровье, об определенном статусе или даже своего рода бесовском учении, а также о навязчивом стремлении к здоровому питанию, которое само по себе вредно для здоровья. Но давайте продолжим. Послание к римлянам 14.20. «Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн». И в следующем стихе сказано «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает». 17 стих. «Ибо царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». В книге Исаии 11.6.9 идет речь о том, что в грядущем царстве Иисуса уже не будет ни хищника, ни жертвы. Вместо того, чтобы убивать других животных, лев будет как вол есть траву и кровь уже никогда не прольется. Итак, как нам, христианам, относиться к этому вопросу, исходя из того, чему нас учит Библия? Мы должны понимать, что хотя мы и являемся распорядителями над всем Божьим творением, нам не следует поклоняться природе, что животные не имеют такого же права на жизнь, как и люди, но нам следует их оберегать и защищать от ненужных страданий. И поэтому для нас, христиан, жестокое отношение к животным является чем-то неприемлемым, потому что отчасти наша ответственность заключается в том, чтобы о них позаботиться, как о части Божьего творения. Также мы должны понимать, что ни Иисус, ни другие персонажи из Библии никогда не выступали за вегетарианство или веганство, несмотря на то, что именно так дело обстояло до грехопадения Адама. И, скорее всего, так все будет после того, как Иисус установит свое царство на земле. Иисус не принуждал учеников следить за их питанием. Библия нигде не повелевает нам есть мясо, но и не запрещает нам это делать. Это делает исключительно бесовское учение, пытающиеся увести людей от Бога в последние времена, заставить их поклоняться природе, запретить употребление мяса в пищу и провозгласить вегетарианство единственной допустимой диетой, с помощью которой человек может стать более духовным. Итак, все-таки, является ли веганство бесовской практикой? Нет, ничего предосудительного в том, чтобы не есть мясо. Но если вы начинаете поклоняться природе, отворачиваетесь от Бога, проклинаете всех, кто ест мясо и считаете свою диету каким-то сверхдуховным способом приближения к Богу, это становится бесовщиной чистой воды. Спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, что оно помогло вам разобраться в некоторых вопросах. Напишите в комментариях, что вы думаете по данному вопросу и едите ли вы сами мясо.